Первый семейный кризис наступает в течение от трех месяцев до шести, от трех до шести после свадьбы. Представляете, только вот на излете, только семья молодая собралась, только вот оперилась только она, а вот они только вот выпорхнули молодые голубки из зала бракосочетаний и после угарного, ну в смысле не только веселого, но и водочно-угарного, угарной свадьбы с родственниками, с похищением невесты, с употреблением литра алкоголя из туфля невесты после этого. Вот только они счастливые такие. Выпорхнули и через три-шесть месяцев их уже настигает первый кризис. Первый кризис, про который вам Вирджиния Сатир почему-то не рассказала, но все мы его знаем. Все, кто уже как бы побывал. Я называю этот кризис так. Конец Шекспира. Шекспир нахрен умер. Да здравствуй, Шекспир. Что это означает? Почему Шекспир? Потому что Шекспир написал Ромео и Джульетта. Первый этап. Это романтичный этап. Этап Ромео и Джульетты. Этап, когда я вас любил... Не, 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 я вас любил этот... Любовь мучительная и нежность, и ненависть, и нежность тот же пыл, слепых из ничего возникших сил, пустая тяга с тяжкой забавой, нестроенное собрание стройных форм, холодный жар, смертельное здоровье. Ну, это все в таком духе. В общем, все в поэтичном. Когда... Что такое романтичный период? Романтичный период, это когда у мужчин высокий уровень тестостерона, и он просто сгорает от сексуального желания. А у женщин есть такое конфетно-букетное состояние эмоциональное, насмотревшее, которое думает, что вот сейчас я насмотрелась кино, насмотрела сказки, и сейчас в моей жизни началась сказка, сейчас, собственно, началась вся жизнь. Но на курсе, как вернуть страсть и романтику в отношения, я рассказываю, что гормоны никогда, никогда, никогда не держатся на одном уровне. Иными словами, первая фаза, это фаза влюбленности, не любви, а влюбленности. Никто не любит сразу. Если вам мужчина говорит, я тебя люблю, читайте подстрочник, там написано, влюблен, иными словами, я тебя хочу. Все вот эти вот поэзия, поэзия в виде стихов, музыка в виде песен любовных, это все о сексуальной привлекательности и сексуальной тяге между мужчиной и женщиной. Вот это об этом. Это называют любовью, но это любовью с точки зрения психологии не является. Это сексуальная тяга, сексуальное возбуждение, которое длится от, ну, так скажем, некоторые психологи, по расчетам физиологов и сексопатологов, ну, скорее всего, вряд ли сексопатологов, сексологов, скорее всего, от 3 до 6 месяцев. То есть уровень сначала, тестостерон, мужской гормон, достигает пика, и через некоторое время нельзя, невозможно его удержать на пике, невозможно, он начинает падать. Иными словами, возникает то, что называется привыкли бытовуха. Муж уже за цветами не бежит, он уже красивых слов не говорит. А почему он не говорит красивых слов? Потому что раньше заставлял его красивые слова говорить тестостерон, а сейчас тестостерона уже мало. Ну, в том смысле, что возникло такое явление, как толерантность. Толерантность значит привыкание. Иными словами, если вы употребляете пиво, сначала 100 грамм пива, и вы запенели сильно, употребляете его, не знаю, недели 2-3, после этого 100 грамм пива употребляете, и опьянение вы не чувствуете. То есть есть немножко, но не такое, как в первый раз. Что возникло? Толерантность. И для этого вам нужно что? 200 грамм пива. 200 грамм пива вы употребили, и через 2 недельки уже возникла толерантность. А после этого вам употреблять нужно литр пива, чтобы достигнуть опьянения. И после этого 2, и после этого 3, и так везде. То есть возникает привыкание. и как бы поддерживать постоянно нарастать как бы этот уровень накручивать невозможно просто невозможно потому что он физиологически просто ограничивается в какой-то момент как бы мужчины мужчина начинает уже меньше хотеть вас раньше секс с вами был не так доступен то есть раньше когда он вас там увидит потом нужно потом нужно пройти сложный этап цветочки красивые слова обнимашки поцелуйчики только потом возможно когда-нибудь раз в три месяца он получит что-то сладкое раньше это было редко а теперь хоть утром хоть вечером хоть в обед хоть после завтрака хоть вместо завтрака хоть вместо ужина в любой момент он может получить поэтому что когда слишком много имеешь уже начинаешь терять ну как бы так знаете псытый стол в общем что название извините за выражение я так прямо рассказываю пускай это вас нисколько не покоробит мы с вами так по-взрослому говорим без вот этой романтической всякой шелухи по-взрослому вот так это неизбежная вещь и так мужчина начинает терять интерес конец шекспир шекспирным ромео джульет нам отношения в этот же момент мужчина как бы когда женщина я исключаю тот момент когда мужчина и женщина живут вместе то есть этот момент начинается отчет срока начинается не со свадьбы а с того момента когда они начинают жить вместе вот в этот момент когда вы начинаете жить вместе вдруг через некоторое время так как мужчине уже не нужно собственно выпендриваться чтобы чтобы заслужить секс и женщине тоже не нужно выпендриваться чтобы показаться самой красивой принцессой, теперь вы уже у друг друга в кармане, поэтому женщина начинает ходить в бегудях, ну, я не знаю, сейчас ходят, нет, не ходят в бегудях, но женщина начинает ходить в бегудях и с зеленой маской на лице, мужик начинает разбрасывать по дому носки свои, в общем, начинает вести себя так, как они вели обычно себя дома, то есть непринужденно, в общем, по, ну, как свиньи, в общем, так мы говорим, да? Мужик начинает себя вести, как настоящий мужик, а мужик, в общем, иногда бывает очень похож на какое-то животное. В общем, мы начинаем вести себя просто обычно и вдруг начинаем замечать, что мы не такие уж и совершенные, что вот эта вот утонченная леди, которая в ресторане нюхала цветочек и элегантно брала бокал шампанского, она отпевала какой-то глоточек шампанского, такая, вот, теперь она где-то там в туалете, ты слышишь, она, вот, она сморкается, чистит зубы свои, идет в постель в бегудях, в какой-то старой ночнушке, и ты думаешь, о-о-о, это не похоже на даму моего романа, ну, и сам мужик тоже, вы же видите, что он уже такой ноги на стол закинул, в общем, пиво обожрался, ну, и все в таком духе, то есть мы, начинается разрушение идеализации, и с этого момента мы начинаем думать, ух, оказывается, особенно натуры утонченные, особенно натуры, у которых есть представление о семье, как о некой идеальной картинке, они начинают разочаровываться, сказать, ой, а ты же был другой до свадьбы, я хочу того, который был, мне вот этого вот не надо, вот, я-то как бы прошлое, ну, как бы, я же не могу все время, женщины оправдываются, они говорят, я же не могу все время накрашенная ходить, ну, мужик, в свою очередь, может быть, я же не могу все время сдерживать, свой пердеж, извини, ну, я храплю, пержу, ну, это же, ну, как бы, я это не очень сильно контролирую, поэтому первое, к чему нужно быть готовым и предупредить молодоженов, что, ребята, ваши привычки, так скажем, темная сторона, вторая сторона медали будут показаны в первых, в течение первых трех-шести месяцев, и в начале возникает такое разочарование, на фоне, как бы, угасания, вот этого, у мужчин угасает тестостерон, то есть уровень тестостерона, возникает толерантность к нему, уровень тестостерона снижается, можно ли поднять уровень тестостерона? Можно, вот как раз в курсе, как вернуть страсть и романтику в отношения, я рассказываю, как эти чувства романтичные можно вернуть, их можно вернуть, то есть романтика, вот это вот чувство влюбленности и любовь, это несколько чувств сразу, дофамин, новизна, это тестостерон, уровень сексуального возбуждения, это окситоцин, это уровень эмоциональной близости, это серотонин, уровень уважения и принятия, то есть это такая совокупность, вначале это все, мужчина говорит, ты моя единственная, серотонин, есть уважение, я буду носить тебя на руках всю жизнь, окситоцин, чувство эмоциональной близости, я для тебя, вот этот подвиг, сюрприз для тебя, полет на воздушном шаре, новизна, дофамин, то есть все это в самом начале, после этого мужчина говорит, ну она уже моя уже, мне зачем сейчас на шары тратиться на воздушные, он говорит, ну я тебе, хочешь я тебя на метро покатаю, сегодня два круга по садовому, ну по кольцу вообще, по метро, хочешь мы съездим на дачу к маме, картошку посадим, отличное новое впечатление, даже адреналин, понимаете, да? Окей, но все это не совсем то, что хочется женщине, тем уже она все ждет, что вот романтичные отношения, которые в кино показывают, вот они такие всю жизнь будут, он будет просто каждый вечер приходить с работы и по пожарной лестнице на балкон собираться, с букетом цветов, а я буду вечером ждать, ну и шампанским, конечно, и вот такая у нас всю жизнь будет, а потом будут детки, как вот этих девочек в инстаграме, которых вот показывают, вот они такие красивые блогерши, у них такие детки, как с картинкой, вот так у нас все будет, ну, конечно, со всем уважением к моим коллегам-блогерам, я думаю, что они-то догадываются, они-то знают хорошо, что за этой красивой картинкой есть 50 дублей, и там у детей сопли, и крики, и ссоры с мужьями, да, а иногда разводы, как мы видим. Поэтому очевидно, что этот кризис, это кризис такой детский незрелый, эмоциональный незрелость.